Затейный областной прокуратурой процесс пересмотра земельных отношений в Саратове не утихает. Только за 7 месяцев этого года надзорным органам направлено в суды около 300 подобных исков. Уже давно инвесторы строительства говорят о том, что такие иски не защищают интересы государства и общества, а по большому счету являются способом расправы с оппонентами и, возможно, заработка дополнительных доходов. Прокуратура оспаривает дополнительные соглашения, которые изменяли первоначальный вид разрешенного использования земли. Такие документы переводили землю в категорию под застройку. В подавляющем большинстве случаев надзорное ведомство в судах требует лишь восстановить первоначальный вид использования того или иного участка. Речи об изъятии земли и возвращении ее муниципалитету не идет. Но случаются и исключения, о некоторых из них мы подробно вам рассказывали. Наибольший резонанс вызвала история с фирмой «Альмир». Компания планировала жилищное строительство на землях бывшего совхоза «Комбайн». Иск прокуратуры и последующее судебное решение эти планы перечеркнули. Землю, в которую инвестор уже вложил десятки миллионов рублей и регулярно перечислял в бюджет арендные платежи, вернули муниципалитету. Пикантный нюанс этой истории в том, что строить многоквартирные дома «Альмир» собирался рядом с особняком семьи Алешинах, бывшего главного федерального инспектора Марины Алешиной и бывшего чиновника мэрии, а ныне предпринимателя Андрея Алешина. Именно с этим соседством представители «Альмира» и связывали возникшие у компании проблемы. Еще один пример – земли ЖК «Победа» вдоль Усть-Курдюмского шоссе. Возведение многоэтажек здесь в том числе вели компании «Ксиан» и «Стройресурс». Ни прокуратуру, ни суд не смутил тот факт, что инвесторам выданы разрешения на возведение домов. По участкам уже проложены коммуникации, где-то уже успели забить сваи. Причем в данном случае наложенные судом обеспечительные меры аукнулись жителям соседних микрорайонов. К примеру, в Иволгина дома регулярно заливают канализацией. Ввести новую насосную станцию, которая находится на землях ЖК «Победа» из-за судебного решения не представляется возможным. В списке тех, кому прокуратура применила исключительные меры реагирования, также значатся ЗАО «Шелдом» и даже один из городских мупов. Несложно понять, что за вычетом муниципального предприятия под максимальный прокурорский прессинг попали крупные инвесторы. Только в отношении них прокуратура отходит от сложившейся практики и, помимо требования о признании недействительным доп. соглашения к договору аренды земельного участка, требует вернуть землю в владение муниципалитета. Такая практика подается как забота о пополнении бюджета. Изъятые земельные участки уйдут с торгов, а вырученные деньги пойдут на благо города и жителей. Возникает логичный вопрос – почему этот принцип применяется столь избирательно? Ведь для доказательства этого достаточно просто посмотреть судебную практику. 9 с лишним тысяч квадратов в Энгельсе. Дополнительным соглашением с компанией «Энгельстрой» земля переводится из разряда «сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения» в дома многоквартирные многоэтажные. В суде прокуратура требует лишь признать недействительным доп. соглашения о возврате земли муниципалитету ни слова. Аналогичных исков более десятка. Часть из них рассматривали суды общей юрисдикции, в частности Волжский районный. В Саратове можно насчитать более сотни участков, где вид разрешенного использования был изменен на жилую застройку, но прокуратура никаких претензий к соглашениям не предъявляла вовсе. Как пример, вот этот жилой комплекс рядом с лентой в Солнечном. Дома строила компания «Волга Жилстрой». Назначение земли менялось по сложившейся практике, но прокуратуре это почему-то не интересно. Любопытно и то, что в самом надзорном ведомстве долгое время считали изменение вида разрешенного использования участков путем заключения доп. соглашения к договору вполне законным. Этот факт публично озвучивался не раз. К примеру, на заседании круглого стола в общественной палате, где обсуждалась земельная реформа областной прокуратуры, говорили об этом и в суде, где избирали меру пресечения бывшему главе городского комитета по управлению имуществом Елене Салеевой. Документы приобщены к делу экс-чиновницы. У нас прокурор города Саратова в этот период времени, когда действовала администрация, таким вот образом изменяла порядок использования земельных участков. Допустим, он был выделен под строительство нежилого помещения на изменение строительства нашего помещения. Были подписания прокуратуры города Саратова для отношения администрации. По конкретному обстоятельству Климов подписал в это приобщение материала, более того, это было в мэрии. И, следовательно, предыдущий сам изъял в мэрии все то же самое, где позиция прокуратуры города была однозначной – изменять. И в один момент какой-то они не изменили в 2014 году, это все материал отъяснилось, чтобы представить, и здесь Али Салеева поясняет. И там было указание на то, чтобы привести в соответствие с действующим законодательством. У нас в 2015 году меняется прокурор области, и все меняется по ходу. Но дело в том, что мэрия не могла себя вести администрацию по-другому, если позиция прокурора была по-другому. А почему у нас сейчас в Салееве давно за это отвечает? Все неудобные для надзорного ведомства факт в прокуратуре предпочитают не замечать, все возражения просто игнорируются. О законности ДОП-соглашения в части изменения разрешенного вида использования земли говорилось и в 2015 году на совещании в мэрии с участием представителей городской прокуратуры. Сейчас в судах позиция ведомства Сергея Филипенко диаметрально противоположная, но, как оказалось, и из этого правила есть исключение. ЖСК «Пять звезд». Несколько лет назад кооператив затеял строительство жилого комплекса «Ромашкино» на землях хлебной базы в Заводском. За прошедшие годы стройка застыла на уровне котлована. С высоты птичьего полета видны лишь очертания будущего дома, который в прошлом году пополнил список проблемных. ЖСК «Пять звезд» пытался через суд обязать мэрию изменить вид разрешенного использования участка на многоэтажное жилищное строительство. В ходе процесса областная прокуратура, вопреки собственной же практике, встала на сторону застройщика и никаких возражений заявлять не стала. То есть фактически ведомство Сергея Филипенко переписало позицию, которую ранее в судах занимала Саратовская мэрия, возражая против прокурорских исков. Пару слов стоит сказать и о самом ЖСК. Данный кооператив связывают с именем Шулкята Айнуддинова. При губернаторе Дмитрие Аяцкове он возглавлял региональный Минстрой, затем трудился директором Приволжского филиала Федерального лицензионного агентства при ГОСТРОИ и начальником территориального управления ГОСТРОИ в ПФО. В июне этого года арбитражный суд признал господина Айнуддинова банкротом. Экс-чиновник задолжал кредиторам более 200 миллионов рублей. Земельный участок в районе Речпорта в 2001 году был передан в аренду обществу с ограниченной ответственностью хлебная база номер 44 под промышленные объекты, здания и сооружения хлебной базы. Имя арендатора за прошедшие годы менялось не раз. В 2015 году в эту роль вступает компания МСК. Среди ее учредителей когда-то был и Шулкят Айнуддинов. Тогда же в 2015 году участок разбивается на несколько долей, едва на дело отходит ЖСК «Пять звезд». Кооперативом одно время руководил небезызвестный десятком обманутых дольщиков в Саратове Владимир Хван. Постпредседателя он, кстати, покинул вскоре после того, как строительство ЖК Ромашкина зашло в тупик. В ноябре 2018 года Ленинский районный суд Саратова приговорил господина Хвана к трем годам колонии и поселения.